В эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Иностранные студенты сдали госэкзамены, решили отметить, теперь их показательно высылают из страны. Ртульц, попавшая в руки подростков, едва не послужила причиной возникновения чрезвычайной ситуации. В Гомельской области проводится комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса». Началась отправка призывников к местам воинской службы. Пять студентов Белорусского торгового экономического университета потребительской кооперации, граждане Таджикистана, будут высланы из страны за совершенное ими правонарушение. Речь идет о распитии пива в общественном месте. Студенты успешно сдали государственный экзамен и решили это дело отпраздновать. Взяли пиво и расположились с ним возле студенческого общежития. В этот момент подошли сотрудники ОМОН. Парней освидетельствовали, в крови обнаружили алкоголь. Иностранные граждане, которые являются студентами, гражданами Таджикистана, которые совершили административное правонарушение, предусмотренное статьей 17.3, часть 1 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь, которые распивали пиво в общественном месте, то есть на улице, указано правонарушение, относится к правонарушению против общественности, общественного порядка и нравственности, то решением ОМОН было принято решение о выдворении за пределы Республики Беларусь. То есть принято такое профилактическое мировоздействие, как высылка. В соответствии с законом Беларуси иностранный гражданин обязан соблюдать конституцию нашей страны. Иные законодательные акты – народные обычаи. В интересах общественного порядка и защиты нравственности иностранец может быть выслан за пределы государства. Столь жесткая мера обусловлена тем, что профилактические беседы со стороны сотрудников милиции во всех высших учебных заведениях Гомеля проводятся регулярно. Разъясняются законы нашей страны и обязанности иностранных граждан. Одна из последних по времени встреч такого рода прошла в стенах этого университета в феврале. Однако, как показала жизнь, не все прислушались к предупреждению правоохранителей. Справедливости ради. Эти пятеро студентов не относятся к злостным нарушителям. Учатся хорошо, характеризуются положительно. Учитывая этот фактор, ребятам дали месяц времени на защиту диплома. После этого они должны добровольно покинуть территорию нашей страны. Они готовы, у них дипломы подготовлены, они защитятся, уедут квалифицированными специалистами. Ну и я надеюсь, осознав и приняв наше законодательство, через год к нам вернуться. Им, в общем-то, определили минимальный срок депортации один год. Сами студенты наотрез отказались от комментариев на камеру. У некоторых ребят есть планы через год вернуться в Беларусь и поступить в магистратуру университета. В целом, по области ситуация с иностранными гражданами характеризуется нормально. Из четырех тысяч иностранных студентов, что в настоящее время проходит обучение в вузах Гомельской области, в год фиксируется только 12-13 случаев высылки за пределы страны. Ртуть, попавшая в руки подростков, едва не послужила причиной возникновения чрезвычайной ситуации и обнажила ряд других проблем, существующих в Гомельской области. Трое подростков, 13 и 14 лет, среди которых была и девочка, проводили свой досуг, играя в заброшенных зданиях бывшего военного госпиталя в Новобелецком районе города Гомеля. В одном из корпусов, в котором до своего переезда в медгородок находился кардиодиспансер, они нашли несколько пузырьков с артутью и принесли находку домой. Обеспокоенные родители забили тревогу, обнаружив в руках детей яд. Порыв в тути, попадая в организм через органы дыхания, поражает прежде всего центральную нервную систему. В первую очередь, кору головного мозга. В случае принятия яда через рот, в основном поражается желудочно-кишечный тракт и почки, а также печень и слюные железы. При отравлении ощущается металлический привкус во рту, жгучие боли в пищеводе и желудке. Наблюдается рвота и кровяная диарея. Смертельные дозы сулемы ртути считают 0,2-0,3 грамма. К счастью, подростки были осторожны. Они все же знали, что ртуть опасна, и ни одна из шести бутылок с жидким металлом весом по 50 грамм каждая не была раскупорена. Ядовитое вещество изъято и будет передано для утилизации. Бесхозная ртуть обнаружится достаточно часто. За истекший период этого года спасателями произведено 173 выезда для проведения демеркуляционных работ по сбору ртути. В результате собрано порядка 100 граммов ртути. Причем места обнаружения достаточно разные. Как заброшенное строение промышленных предприятий, так и подсобное помещение домовладений граждан. Территория бывшего военного госпиталя находится в центре Новобелецы в непосредственной близости с жилыми кварталами города. Таких заброшенных объектов не один десяток по всей области. Проникнуть вглубь местности и забраться в здание не составит труда ни детям, ни лицам безопределенного места жительства. Большинство пустующих сооружений имеют новых собственников. Однако долгие годы никаких работ по ремонту и введению в эксплуатацию объектов не производится. Здание было приобретено достаточно давно. Собственник намеревался открыть на базе этого здания гостиничный комплекс. Однако в связи с ограниченным финансированием не смог это сделать своевременно. И в настоящее время это здание не используется. Администрация Новобелецкого района неоднократно выходила на собственника этого здания. Это совместное общество с ограниченной ответственностью Белтурстройэнерго, юридический адрес которого находится в населенном пункте Лисички, с тем, чтобы ограничил доступ в это помещение для посторонних, в связи с тем, что здание представляет угрозу для жизни и здоровья окружающих. Несколько раз администрация Новобелецкого района делала предписание этому предприятию. Кроме того, собственник был подвергнут административному взысканию в виде штрафа. Следственное управление ОСК Погомельской области в рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое случилось 4 апреля этого года в Мозырьском районе, обращается к гражданам, ставшими очевидцами ДТП, с просьбой сообщить об имеющейся у них информации. Напомним, 4 апреля примерно в 16 часов 10 минут на 20-м километре автодороги Мозырь-Калинковичи житель Мозыря, управляя скутером Хорс, по правой походу движения обочине совершал опережение автомобиля МАЗ с прицепом, двигавшимся по крайней правой полосе. В пути следования скутерист совершил наезд на пешехода, после чего произошло столкновение скутера и автомобиля МАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия скутерист, 95-го года рождения и его пассажир, 2000-го года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Пешеход, 1983-го года рождения, был госпитализирован. Сотрудники следственного управления обращаются к гражданам, ставшим очевидцами указанного происшествия, с просьбой сообщить об имеющейся у них информации о ДТП по телефону. 8 0232 70 45 49, 8 0293 33 32 05. В Гомельской области проводится комплекс профилактических мероприятий «Встречная полоса». В течение недели сотрудники областной госавтоинспекции будут уделять особое внимание вопросам обгона и выезда на встречную полосу движения. Будет применяться как гласный, так и негласный контроль. Сотрудниками госавтоинспекции будут организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов обгона, а также выезда на полосу встречного движения. Необдуманный обгон и выезд на встречку привели к 7 ДТП. Такую статистику за этот год озвучили в областной госавтоинспекции. В подобных авариях три человека погибли, восемь получили ранения различной степени тяжести. По информации ГАИ, именно обгоны являются самыми распространёнными причинами дорожно-транспортных происшествий. Кстати, водители, которые выезжают на встречную полосу там, где это запрещено, также наказывают рублём. За подобное нарушение предусмотрен штраф от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на один год. Хорошо, конечно, что водители у нас такие бдительные становятся, что если видят нарушение кем-либо правил дорожного движения, будь то выезд на полосу встречного движения, либо обгон, обязательно они присылают на сайт ГАИ нижнее, подчеркни, пропаганда собака Майл.ру, либо на сайт Перехват, и мы, конечно же, на это реагируем и в итоге даём ответ либо через интернет-ресурсы, либо лично автору. В Беларуси стартовала республиканская акция под названием «Не оставляйте детей». Она приурочена к Международному дню семьи и Дню защиты детей. Главная цель – не просто сохранить жизнь и здоровье несовершеннолетних, но и научить их правилам безопасности. Главные обязательства по проведению первого этапа акции возложены на подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Белорусское товарищество Красного Креста, общественные объединения и учреждения культуры. Так, например, представители общества содействия пожарным и спасателям организуют для детей викторийные конкурсы. Навещают социально опасные семьи, детские дома. На втором этапе к акции должны присоединиться заведения здравоохранения, образования и физкультурно-оздоровительные комплексы страны. Учим наших детей очень многому, начиная с детского сада и дальше, и дальше, и дальше. Но не учим их элементарным вещам, как выживать в этом беспокойном мире. Поэтому я убедителя прошу, чтобы не только тех, кто в силу своих должностных обязанностей, еще кто-то, поучаствовал в этой акции. А это акция, наверное, я бы сказал, всенародная. Это акция не ради галочки. Это акция направлена на то, чтобы каждый задумался о судьбе наших детей. В Гомельской области началась отправка призывников к местам воинской службы. 3000 юношей с 1 февраля этого года проходили обязательную процедуру медицинского обследования. После этого представители разных воинских частей выбирали призывников, которые наиболее соответствуют условиям службы, проверяли их морально-деловые качества, состояние здоровья. Таким образом отобрали 2000 парней из Гомельской области, которые к 27 мая будут направлены в разные воинские части Республики Беларусь. Количество призывников, вызывая на медицинское свидетельство, подлежащих призыву, в этом году, весной, значительно уменьшилось. В связи с чем это связано? Первое связано – демографическая ситуация. То количество, которое есть, оно все равно позволяет нам укомплектовать соответствующим образом воинские части. С 19 мая в Гомельской области открывается рыболовный сезон. Любителям этого вида отдыха разрешается ловить рыбу с настями, оборудованными несколькими крючками, с лодки и с заходом в воду. С 19 мая разрешается лов всех видов рыб, за исключением судака, запрет действует еще до 30 мая и сама запрет с 19 мая по 20 июня. Разрешается лов не более 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 килограммов. Также разрешается лов рыбы руками и интенсивными способами, то есть с применением нескольких крючков. Количество крючков для рыболовов-любителей ограничено до 5 штук на одного рыболова. А вот членам Белорусского общества охотников и рыболовов разрешено использовать до 10 крючков. Можно заниматься подводной охотой и ловить рыбу на дорожку судов с двигателями. К запретным способам лова относятся багрение, использование огнестрельного или пневматического оружия, орудий, принцип которых основан на применении электромагнитного поля, ультразвука и других. Также следует на воде и около воды соблюдать правила безопасности. Это прежде всего выходить на судах, которые зарегистрированы государственной инспекцией по маломерным судам, которые прошли технический осмотр соответствующий, исправный. При себе, разумеется, должны иметь судоводители и рыбаки спасательные средства в обязательном порядке, которые им помогут сохранить свою жизнь. Также выполнять все соответствующие правила и не находиться около воды и на воде в состоянии алкогольного опьянения. С начала года зарегистрировано три случая гибели рыболовов. В январе утонул рыбак, провалившись под лед. В мае два рыбака с разницей в неделю утонули в Брагинском районе. Они выпали из самодельных плавательных средств. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова